Академия мастеров тайных знаний Серия восьмая Голова пятая Про улок кривых Здание было огромным, оно тянулось откуда-то справа и куда-то налево. Провожатый живел шестого сына именно к нему, а точнее к арке в нем. «Сейчас мы посетим оружейную лавку, галантерейную и еще несколько помелочи», — сказал Крот. «Но сначала заглянем в одно место». Пройдя арку, они оказались в довольно большом сквере, окруженном большими домами без вывесок, но с очень выразительными архитектурными изысками. Каждое слово само говорило о своем предназначении. Здесь был оружейный арсенал, банк, управление эльфов, ратуши, городской совет, большая часовая башня и многое чего еще. Но Крот шел не к ним. Шестон хотел уже было спросить об этом, как вдруг они остановились у самого стеклянного здания в округе. «Это ресторация», — пояснил проводник. «Здесь нам надо провести некоторое время». Он первым вошел в здание и придержал дверь, чтобы пропустить шестона. Жест этот юноша не понял, но все же вошел внутрь. Тут было очень и очень необычно. Если трапезная на постоялом дворе и была очень чистым и уютным местом, где можно было перекусить, то здесь было намного-намного интереснее. Во всяком случае, шестой сын лучшего не видел. Помещение было хорошо освещено, прибрано и обставлено. Здесь были невиданные чистоты скатерти на столах, хрустальные бокалы и белоснежная посуда. Вино здесь подавали в прозрачных графинах разных оттенков, а еду на больших блюдах с серебряными столовыми приборами. Посетители были тоже непростыми. Посреди зала сидели две миловидные девушки и пили что-то бледно-розовое изысканных фужеров. Их окружало трое кавалеров, хорошо одетых мужчин в сложно скроенных костюмах, явно не боевого применения. У них не было оружия, зато их руки сковывали золотые браслеты, а пальцы венчали кольца с камнями. На них были сапоги из бархата и замши, что совсем не годятся для долгих прогулок и переходов. Да и возраст их не был под стать ремеслам, который требует жителей работать за городской стеной. За соседним столом сидел мужчина средних лет в перевезях для ношения оружия, но без самого оружия. Да и кожаная броня его была весьма отдаленно похожей на броню. Скорее, это был под доспех или парадная форма какого-то специалиста, профессия которого связана с оружием. Мужчина пил и много ел. Мужественно сложилось впечатление, что мужчина прибыл откуда-то издалека или после сложного дела, потому так голоден и испытывает жажду. Поодаль от него восседала задумчивая женщина в кожаных одеждах дорогого покроя. Она покуривала душистую траву через длинную тонкую трубку, кидая туманные взгляды на мужчину и думая о своем. Еще двое мужчин что-то возбужденно в полголоса обсуждали, жестикулируя над тарелками с остатками еды и полупустыми бокалами. Одеты они были очень шикарны и создавали впечатление представителей знатных горожан. В углу сидел немолодой мужчина и степенно ел довольно большое блюдо, ловкое орудуе ножом и двузубой вилкой. Тут не было барной стойки или выгородки для кухни, где хозяин со своей семьей или наемными рабочими готовили еду. Зато тут было целое помещение под кухню, которое соединялось не только с закрытым красивыми шторами проходом, но и широким окном без стекол, широким выступом под ним, куда повара выставляли готовые блюда. Сейчас там стоял красивый молодой мужчина, полноватый, шикарными усами, но без бороды. Ему помогали двое ребят помладше, но явно родственники, семейное сходство было налицо. Увидев провожатого, этот красивый полноватый мужчина как-то переменился во лице и громко изрек на весь зал. «Вы только посмотрите, кто к нам пришел!» – изрек он. «Опять собираешь молодые души?» «И сколько юной крови тебе принесли в этом цикле?» Подключился к едва начавшемуся разговору мужчина средних лет в перевезях для ношения оружия. На него посмотрели сидящие поодаль две миловидные девушки, пьющие вино. Они в мгновение считали его настроение, проследили взгляд и оценивающе посмотрели на вошедших. Видимо, новые посетители их не особо поразили, и девушки надменно заулыбались. Трое их ухажеров тоже внимательно поглядели на Крота и Шестона, после чего принялись тут же высказывать мнение своим объектам внимания на разные лады подшучивая и остря соревнуясь друг с другом. «Ты прекрасно знаешь, зачем я тут», – ответил негромко провожатый, но в повисшей тишине его слова прозвучали довольно отчетливо. Его голос привлек внимание задумчивой женщины в кожаных одеждах дорогого покроя. Было непонятно, чем привлек ее Крот, но она продолжила курить свою трубку, не сводя с него взгляда. «Знаем», – ответил мужчина средних лет. «Но почему именно этот юноша? Он чем-то задолжал ректору? Или наоборот, ему задолжал сам?» Шестон увидел, как в ресторации прекратились все разговоры, и даже звук бокалов и столовых приборов пропал. Все глядели в сторону вошедших. Теперь даже двое спорящих мужчин прервались, чтобы рассмотреть пришедших. Такое внимание шестого сына смущало и выводило из равновесия. И чего в нем такого? «Ты привел мальчишку тех, о ком не говорят в приличном обществе!» – заметил один из троих кавалеров двух девушек, сидящих в центре зала. «Он такой же кандидат, как и все прочие», – ответил Крот, пожав плечами. «И станет обучаться в школе мечей». «Уходи!» – сказал полноватый красавец в окошке. «Сегодня тебя не будут обслуживать в нашем заведении, для тебя ресторация заперта». «Мне нужно в проулок кривых», – сообщил провожатый. «И я туда попаду». Полноватый развел руками в стороны. «Да кто ж тебе запретит?» – неспеша проговорил немолодой мужчина, который степенно ел довольно большое блюдо, ловко орудуя ножом и двузубой вилкой. «Но с привратником будешь договариваться сам», – сказал мужчина средних лет в перевязях для ношения оружия, но без самого оружия. Провожатый на какое-то время замолчал, опустив взгляд, но все явно почувствовали, что он выругался, не вслух про себя. «Хорошо», – наконец сказал он, почему-то взглянув в упор на полноватого. «Я оставлю моего ведомого у вас. Присмотрите за юношей». Это была не просьба, и все это ощутили. По крайней мере, так Шестон понял по лицам присутствующих. После этого Крот вышел прочь из зала, скрывшись за распахнувшейся на миг занавесью, за которой показалась лестница наверх. Шестой сын несколько смущенно осмотрел присутствующих. Те в ответ глядели на него, словно ожидая некого развлечения. Он впервые был здесь, а значит, мог чем-то разнообразить их досуг. По крайней мере, так казалось Шестону. «Так значит, белый свет изменился, раз сам Виндбрандт приглашен в школу мечей», – сказал молодой мужчина, что сидел в компании женщин. «Не думала, что такие люди, как он и его родители, нуждаются в обучении», – сказала одна из женщин. «Может, они так развлекаются?» – сказала вторая, и обе рассмеялись. «Будьте воспитаннее!» – пристыдил их немолодой мужчина, который степенно ел довольно большое блюдо. «Ни один сын не должен отвечать за своих родителей. У всех свой путь». «Но это же Виндбрандт!» – словно только сейчас узнал Шестона один из двоих мужчин в шикарных одеждах. «Конечно же Виндбрандт!» – махнула в его сторону одна из женщин, сидящих с тремя ухажерами. «Вы не узнали его в лицо?» «Но позвольте!» – сказал, чуть смутившись от чего-то второй из двоих представителей знатных горожан. «Разве родители юноши не вне закона империи?» «Как я уже сказал!» – с нажимом в голосе начал немолодой мужчина, который степенно ел довольно большое блюдо. «Ни один сын не должен отвечать за своих родителей!» «Но как тогда юноша попал сюда?» – спросил тот же мужчина из знатных горожан. «Не сам же он здесь оказался!» «А правда, юноша, как вы здесь оказались?» – обратилась к Шестону одна из девушек с тремя кавалерами. «Я имею в виду восходные земли!» «Ну, я...» – протянул Шестой Сын, собираясь мыслями для ответа, но совершенно растерявшись от того, что внезапно стал объектом всеобщего внимания. «Я приехал с отцом из графства пушистых елей!» «Достойте!» – вклинился в разговор мужчина средних лет в перевязях для ношения оружия, но без самого оружия. «А он точно Винбранд? Возможно, мы все ошиблись?» «Действительно, юноша!» – спросил Шестона немолодой мужчины, который степенно ел довольно большое блюдо, ловко орудая ножом и двузубой вилкой. «Вы точно Винбранд?» «Нет!» – ответил Шестой Сын. «Но меня в последнее время постоянно путают с кем-то, называя этим именем». «А кто же ваш отец?» – продолжил спрашивать немолодой мужчина. «Граф Равен!» – ответил Шестон, которому очень хотелось рассказать, откуда он, но здраво решил не отвечать, если не спрашивают. «Кто это?» – наморщил лоб один из ухажеров двух девушек, пьющих вино. «Ну как же!» – ответил ему мужчина средних лет. «Это известный рыцарь, правда, уже давно не посещает турниры и не хвастает своим семейством». «Так мы ошиблись!» – сплеснул руками одна из девушек с кавалерами, из рук которой пропал бокал с вином, хотя только что она его держала. «Какой ужас! Простите нас, юноша!» – сказала вторая, у которой бокал был, но поскольку он уже опустел, один из ухажеров подливал в него вино из графина. «Но вы так похожи!» «И как только ректор мог взять вина Бранта в школу мечей!» – сказал мужчина средних лет. «Да никогда!» «Не это ли лучшее доказательство, что перед нами не вин Брант?» – заметил немолодой мужчина, который степенно ел довольно большое блюдо, ловкое орудуя ножом и двузубой вилкой. «Ректор не стал бы делать такой ошибки!» «Насколько мне известно!» – внезапно произнесла задумчивая женщина в кожаных одеждах дорогого покроя, затянувшись дымом из своей длинной тонкой трубки. «Ни одно деяние ректора не бывает очевидно сразу, однако оно всегда безошибочно». У нее был хриплый тихий голос, однако отчего-то его было хорошо слышно. После ее слов в заведении повисла долгая тишина. Женщина снова принялась задумчиво курить, мужчина средних лет вернулся к трапезе, а девушки, потеряв интерес к шестону, переключили свое внимание на троих ухажеров. «А кто такой этот ректор?» – набравшись храбрости, спросил шестой сын. Он даже не обратился к кому-то конкретно, просто сказал в пустоту, так как присутствующие вроде бы перестали его замечать. Однако ему ответил немолодой мужчина, который, кажется, доел наконец свое блюдо, насытившись и приступив попивать что-то из кубка на столе. «О-о-о!» – сказал он. «Это великий человек!» «Человек ли?» – ответил ему мужчина средних лет в перевезях для ношения оружия, но без самого оружия. «Вроде бы он нечто другое». «Однозначно герой войны!» – сказал один из двух представителей знатных горожан. «Не то слово!» – поддержал его второй. «Не просто герой войны, а один из семерых!» «А вы молодой человек!» – обратился к шестому сыну немолодой мужчина. «Разве не слышали про ректора школы мечей?» «Нет!» – признался шестон. «Вы не читали легенду о семерых?» – еще больше заинтересовался немолодой мужчина. «Это весьма интересный трактат. Его должен знать каждый юноша». «Что вы насели на парня?» – немного осадил его мужчина средних лет. «Просветите лучше! Вы же профессор!» «Профессор!» – статно поклонился немолодой мужчина. «И у меня куча времени. Вам интересно услышать его былину?» Последние слова он произнес, улыбкой посмотрев на шестона. Тот смутился, потупился, но снова взглянул на говорившего из-под лобья. «Да!» – сказал он. «Что ж!» – сказал немолодой мужчина, который степенно попивал из своего кубка. «Тогда слушайте». Он заговорил немного менторским тоном, но слушать его оказалось приятно. И шестой сын заслушался, постепенно прислушались и затихли все остальные. Тайна ректора Много циклов назад, когда некий одинокий герой по имени Дабл Дюжин возвращался с войны, путь его лежал в храм Цифрос. Война закончилась, и его цель была достигнута. Однако, проезжая через лес, он встретил фермерскую повозку, возвращающуюся с торга. Ее владельцы находились на дороге из города, куда они ездили, чтобы продать изделия, коими промышляла их деревня. По пути на фермеров напали лесные звери. Дабл Дюжин застал тот момент, когда двое мужчин по возрасту отец и сын еще были живы. Отбиваясь от кровожаждующих мобов, они изо всех сил старались защитить свою повозку. Хромовник обнаружил оружие и расправился со зверьми, но мужчины уже были мертвы. По любопытству, что же такого так рьяно защищали фермеры? Дабл Дюжин заглянул внутрь повозки и обнаружил там ребенка, маленькую девочку от страха вжавшуюся в стенку повозки. Ограждая себя от всего света, она сжимала в руках мягкую игрушку, шитую из ветоши и набитую соломой. Что-то тронуло сердце бессмертного мужчины, и он отвез девочку в ближайшую деревню. Ехать было недалеко, и Дабл Дюжин успел до сумерек. Его встретили с подозрением, но все же дитя в его руках расположило людей гостю. Девушку вернули родственникам, самого же мужчину решили напоить, накормить с дороги и расспросить о произошедшем подробнее. Дабл Дюжин с удовольствием ел, пил и передавал на словах все, что видел в мельчайших подробностях. На самом же деле в еде он по своей природе не нуждался, однако новизна, ощущения и любопытство ко всему новому всегда была его слабостью. Фермеры помрачнели, узнав о случившемся, ведь оказалось, что повозка ехала не из города, а в город. Накопив за сезон излишки продукции, их поселение рассчитывало продать их в городе, а на вырученные деньги закупить на предстоящую зиму необходимые редкие в этих краях вещи. Не всем, как известно, может обеспечить себя деревня, и вот теперь все потеряно. Но Дабл Дюжин поспешил их обрадовать, он рассказал, где именно видел их транспорт, и что, на его взгляд, повозка сильно не пострадала, хотя останки людей ужасали своим видом. Фермеры чуть приободрились и высказались, что надо немедленно ехать к тому месту и осмотреться. Возможно, товары еще можно спасти, да и тела хорошо бы похоронить по-людски. Вот только учитывая, что на дворе почти ночь, а ехать не близко, выехать решили следующим днем. К тому же они не доверяли до конца Дабл Дюжину. «Подумайте сами. Является незнакомец с девочкой из деревни, сообщает, что все погибли, и что надо немедленно ехать к месту бойни, обвиняя в гибели фермеров лесных зверей. А если мужчина засланный бандит? А если на месте их ждет ловушка?» Но, как говорится, пока за руку не поймали ни вор, и до обалдюжина поместили в свободной усадьбе для дорогих гостей, где он и провел ночь. Во сне тот также не нуждался, но, понимая ход мысли деревенских жителей, с удовольствием провел время до утра в размышлениях и осмыслении своего настоящего и вероятного будущего. На утро же его ни свет, ни заря подняли и пригласили ехать. Незамысловатые мысли фермеров были понятны гостю, сказали ему, что поедут днем, а выехать решили утром. «Мол, если он и враг, то его подельники, прождав до утра, расслабятся и не будут столь настороженно ожидать возвращения даблдюжина в такую рань. А если он как-то и предупредил своих, то сказал им про день, и рано утром его с фермерами не ждут. Стало быть, ловушка будет не столь эффективна, какой могла быть. Но гость не оказался хитрым разбойником. Это стало понятно, когда деревенские приехали с ним на место бойни. Фермеры увидели, что тела сородичей изуродованы зверьем, а повозка почти не тронута. Разве что место, где по определению должны были ехать люди, разворочено, словно некие силы желали вытащить оттуда пассажиров. Тогда даблдюжин рассказал, как по его мнению могло быть дело. В это время цикла зверье особенно плодится и ищет себе противников, и если пропитание оно находит в лесу, то вот людей воспринимает как конкурентов, и охотится на них не столько из-за свежего мяса, сколько из-за охотничьего инстинкта. Вот и повозка с деревенскими торговцами попала ни в то время, ни в то место, и, как итог, оказалась объектом охоты зверя. Фермеры слушали его, постепенно бледнее и ужасаясь страшному рассказу. Они не владели знаниями о страшных обитателях лесных глубин, и если заходили в лесную чащу, то лишь ненадолго и недалеко. Сам по себе лес таит опасность и пугает своими звуками. С наступлением же темноты, как рассказывали старшие, вернуться из леса было практически невозможно, ведь вероятность заблудиться и стать чем-то поздним ужином становится абсолютной. На что даблдюжин ответил, что всему есть время и противодействие. Если правильно себя вести, то, владея знанием и нужными приемами, можно не только обезопасить себя, но и самому стать охотником на зверей. Эти слова фермеры запомнили, но податься в такие охотники желания не выказали. Осмотрев повозку, деревенские решили, что неплохо бы все же продолжить путь и отправиться в город. Как ни крути, но если товар целый, дело все равно делать надо, то зачем тянуть? К тому же у них и знаток с собой есть, кто в зверье разбирается и помочь, если что сможет. Нужно было его только уговорить, и фермеры предложили даблдюжину поучаствовать в данном квесте. Тот долго не упорствовал. Он честно рассказал, куда и зачем направляется, предупредив, что сильно многим временем не располагает. Но фермеры так упрашивали, что мужчина, который и сам не особо спешил вернуться в свой храм, быстро сдался. Город, в который их повозка прибыла к полудню того же дня, встретил их с шумом и движением настоящей жизни. Даблдюжин не был еще в городах и оттого наслаждался увиденным в полном объеме своих способностей восприятия. На улицах было много людей. Они пели, плясали, играли на музыкальных инструментах. Возле закусочных трактиров и рестораций стояли завывалы и приглашали войти перекусить. По дорогам между улицами неспеша проезжали прогулочные повозки с открытым салоном, в которых сидели красиво одетые горожане. Большинство же их предпочитало прогуливаться пешком, красуясь своим нарядом и статью. Фермеры привезли свою повозку к самому торгу. Там у них уже были хорошо знакомые люди, кто занимался продажей товара. Им нужно было его только передать полностью, а не искать самим покупателей и не стоять весь день у прилавка. Получив же за свой товар деньги, фермеры отправились закупаться на обратную дорогу. Им нужны были ткани, инструменты, некоторые женские украшения и немного оружия. Все это было тут же на торге. Они длительное время ходили меж торговых рядов и, прицениваясь тут и там, выбирали товар по цене и качеству. Ближе к вечеру. Фермеры стали собираться в обратную дорогу, но перед этим решили посетить местный кабак, чтобы отметить продажу товара и удачно сделанные покупки. Да, балдюжину они пояснили, что в деревне развлечений особо не знают, потому каждая поездка в город как глоток свежего воздуха. И вырвавшись из рутины быта, можно позволить себе чуточку свободы. Мужчина удивился, но не стал задавать лишних вопросов. Вместо этого он просто решил понаблюдать за своими спутниками. Те же не стали особо мудрствовать или пускаться во все тяжкие, а просто посетили приличное заведение с изысканной, по меркам их деревни, кухней и дорогим вином. Да, балдюжин с удовольствием разделил с ними и трапезу, и ароматное пойло, почему-то считающееся здесь чем-то из ряда вон. Он наслаждался новыми вкусами и ароматами съестного, подался действию хмели и дурмана, поддерживал тост и участвовал в разговоре. Его спутники меж тем радовались от души, как дети, которых пустили на праздник. И даблдюжин с удивлением ощутил, что часть их веселья передалась ему. Мужчине понравился подобный опыт. К выпивающим фермерам как-то незаметно для даблдюжина подсели симпатичные дурнушки. Для служанок они были одеты слишком хорошо, а для высокого сословия слишком просто. Девушки смеялись, подливали вина и радовались каждой рассказанной саге или шутке. Когда же наступил вечер, а за ним подступила ночь, фермеры сняли комнату и отправились отдыхать. Симпатичные дурнушки-веселушки направились за ними. Комнату сняли и ему, даблдюжину. Мужчина отправился отдыхать, но едва он вошел в свое, на время снятое помещение, к нему зашла одна из дурнушек и повалила на кровать. Дело она свое знала, потому большую часть ночи он был целиком в ее власти. Едва же небеса осветились просыпающимся светилом, они оба повалились спать, уставшие и умиротворенные. А когда даблдюжин проснулся, девушки с ним уже не было. После фермеры стали собираться в обратную дорогу. Выехав из города, они всю дорогу обсуждали ночные приключения. Оказалось, что каждый фермер провел эту ночь не один. Дорога шла своей колеей, и потому обилие эмоций, кое испытывали его спутники, не мешали безопасной езде и не могли отвлечь от дороги. Но город постепенно исчез из виду, и хорошая грунтовая дорога сменилась простой проселочной. Повозка свернула на лесистую местность и вызывала некоторое напряжение. Ведь именно на такой совсем недавно случилось нападение дикого зверя. К тому же среди деревьев чаще постоянно слышались страшные звуки и мерещились зловещие тени. Но зверь не напал. Напали разбойники. А случилось это неожиданно. Бандиты всегда же так нападают. Иначе какие они разбойники? Налетели, окружили, обездвижив повозку, стащили возницу с козел, достали выламывать дверцы. Благо, это не сложно в фермерских транспортах. Это только в бардовских песнопениях и балладах министрелей. Бандиты все благородные, и что-то там требуют у путников, предлагая жизнь за добровольную сдачу в плен. В жизни все иначе. Зачем говорить жертвой нападения, если можно взять силой? Но они не учли даблдюжина, а он учел. И едва понял, что происходит, а случилось это довольно быстро. Как тут же выскочил и весьма скоро раскидал нападающих по кустам, причем частями. Если к кому приложился, тот уже не вставал. Такой он, даблдюжин. Когда же битва закончилась, то вид его напугал фермеров еще больше, чем сами разбойники. Однако постепенно они вразумели, что спутник их не опасен для них, и, дружески похлопав мужчину по спине и плечам, поблагодарили за помощь. Продолжив путь, они вернулись в деревню, где рассказали местным жителям о произошедшем. Деревенские обрадовались, надо же. И повозку нашлись с товаром, и товар не пострадал. И продать его получилось, и живыми вернулись. Ну не радость. Долго потом пировали вернувшиеся фермеры, и прочим деревенским о своей поездке рассказывали. А даблдюжина, как гостя, дорого принимали. Словно он родственник из дальнего поселения, что к родным приехал. И это понравилось даблдюжину. Ощутил он себя в кругу друзей, словно свой он здесь. И относились к нему так, будто знают давно и рады встречи. Потому отложил он возвращение в храм еще на несколько дней, пока праздник у местных не кончится. А те и рады бездельничать. Товар продан, работы нет. Сиди да празднуй. А праздновать они умели. Песни пели, на разных инструментах играли, духовых до струнных, барабаны стучали, танцы танцевали, и друг другу угощали то выпечкой незамысловатой, то винами домашними, а то и овощами сушеными, с фруктами засахаренными. Вспомнил только гость о девочке, которая без родителей осталась. Она, как о возвращении героя узнала, встречать вышла. Вернувшиеся фермеры всем подарки стали раздаривать, а ее как-то обошли вроде. Тогда Дабл Дюжин, посмотрев, что и кому дарят, заметил, как девам юным преподносят пестрые ленты, волосы подвязывать. И те радостные ходят, перед подругами красуются. Срезал тогда наш герой с плеча один из ремешков, в котором куртка у плеча стягивает, и волосы ее распущенные подвязал в замысловатую прическу, что у красавиц хвост называется. А вдобавок еще угощение какое-то из городских закупок ей вручил. Обрадовалась девочка, побежала по деревне всем показывать и хвастаться. И такое радостное чувство Дабл Дюжин ощутил, такое удовольствие, словно один против тьмы врагов выстоял. И вот проходит некоторое время, праздник закончился, а Дабл Дюжин в дорогу засобирался. Стали местные его упрашивать, мол, оставайся, свой ты теперь тут. Но вы же понимаете, храм — это храм. Вернуться все равно рано или поздно придется. Но тут случилось кое-что. Приехал в деревню местный барон, а с ним свиты его нахальные и требовательные. Говорит, принимай хозяина, деревенщина. Будет он, мол, тут отдыхать, потом свое возьмет и продолжит путешествие. Бароны, кто деревнями на своих землях владеют, любят такое. Их приезд всегда сбор даний. Часть прибыли, товара и некоторых повинностей взимает. Вот и сейчас. Взял деньги, что местные приготовили, зерно, мяснину, овощи и по мелочи всякой снеди. Подвели к нему молодых парней, что барон в дружину потребовал, а потом и девки молодые, коих он для вязки своей благородной потребовал. Есть такой обычай у них — благородную кровь плодить от простых серых. Да, в общем-то, в деревне и желающих довольно много. Сам суди. Девке ребенка благородной крови, ее семье послабление и подарки баронские. Словом, большая удача, если хозяин такую девку себе выберет и та от него понесет. А коль скажет, кто дурное слово в сторону такой, барон жестоко накажет. Потому обычай по нраву был всем, так как сложился издавна, и все ему следовали. А иначе как? Если девка не понесла, да замуж собралась, барон как родную выдавал и подарки на свадьбу делал. Порой и вовсе в его приусадебных домах отмечали да праздновали. Честью этой забавой великой считается. Такие вот правила да порядки. Но вот только в этот раз недоволен чем-то барон оказался. Старо стоит так и эдак перед ним, а хозяину все не то. Старик уж на коленях перед ним со всей деревней стоит. Ну чем, мол, тебе угодить? А хочу я, изволит молвить барон, вон ту девицу к себе в покое. И на девочку-сироту указывает. Та в ужасе, староста в удивлении, местная и немая сцена. Как же ж можно, спрашивает староста. Малая она совсем. Еще несколько циклов до раннего совершеннолетия. Это значит, до первого возраста, когда свататься и сватать можно, но до поры еще свадьбу не играют. Мала, потому что веста. Такова моя воля, говорит барон. Или вы не согласны со словом моим? Или вы бунтовать? Я ведь и наказать могу. Я ведь и гневаться умею. Помилуй, хозяин, в ужасе кричит староста. Не суди, отец родной. Но ведь ребенок она совсем еще. Вот как значит, отвечает барон и сам к девочке подходит. Схватил он ее за руки и к дому, что занимал, когда в прошлые разы заезжал, направился. Старик за ноги его хватает, не порочить девочку упрашивает. Девицы местные в слезы, сами к барону в терем напрашиваются. Свита хозяйская в голос хохочет и своим бароном восхищается. Но все напрасно. Унес ребенка в дом хозяин. Вот только услышал о том, да был дюжин. Не понравилось это ему. И он тоже вслед за бароном в дом вошел. Напряглись тут все. И свита баронская, и деревенская. Кто знает, что дальше будет. Впервые такое, чтобы воле хозяйской в подчиненной деревне противились. А если и было где, так от таком неизвестно, что само по себе еще больше пугает. Долго говорили барон с героем, но первой вышла из дома девочка и в руки старосты бросилась. Следом вылетел барон, и кувырком преодолев часть двора распластался, точно серый на траве. Едва же хозяин очнулся, да подниматься земли стал. То, как заорет на всех, да как за оружие схватится. Сперва, правда, никто не понял, чего он хочет, только догадывались. Стоит, орет, а чего орет, непонятно. Зубы ему мешают, выбитые. Когда барон и сам это понял, тот плевался кровью и немедленно велел врага своего на ближайших воротах за шею подвесить. Унизительно это, потому что смерть наступает, а тело еще какое-то время ведет себя нелицеприятно для наблюдателей, а порожняется полностью, и повешенный выглядит мерзко и некрасиво. Чего ж в том геройского? Бросились тогда воины из свиты на даблдюжина, но тот ожидаемо всех раскидал. Для нас ожидаемо, для них неожиданно. Да так, что и барона, и его людей деревенские на смех подняли. А это, сам понимаешь, гибельно для всей деревни. Понял это народ, и от безысходности на смех и зашел. Никто так не смеется, когда, во-первых, действительно смешно, и, во-вторых, больше уже не страшно. Все равно убьют, когда зло вымещать станут. Чего уже надеяться? Барон тоже бросился на героя, мол, в толпе своих воинов, и он сам герой. Но даблдюжин недаром войну прошел, и одним из семерых стал. Хоть и под другим именем. Раскидал он всех, и народ приободрился. Но был свите барона еще один. Балахон он носил в серебристых символах, непонятных, а значит, древних. В драке он не участвовал, однако стоял безмолвно и наблюдал за происходящим. Вспомнил про него барон, и тут же велел изничтожить героя. Балахончик подчинился, стал он руками водить и что-то совсем непонятное делать. Взвелась вокруг него пыль цветна, и жарко стало. Потом вспышка по глазам ударила, на время ослепив всех на него смотрящих. А затем, как ударит нечто, всех с ног сбило. Разбежались деревенские в ужасе. Кричат и в домах спасаются, а балахончик мутить нечто стал. Дома вокруг загорелись, земля вздыбилась, все сверкает и громом гремит. И вот весь этот ужас он как-то против дабл-дюжина применил. Только герою такое не повредило. Схватил он чародея и об угол дома швырнул. А когда тот поднялся, сорвал с него балахон, а тот человек, да не человек. На глазах линзы, что блются, на ушах банки, рот и нос масками закрыты, жуть одним словом. Но это сейчас мы про таких все знаем. А тогда что? Приняли его за беса, а дабл-дюжина за его победителя. Кто у нас беса победил? А кто его знает? Сорвал наш герой с чародея все его приспособы, чем силы его лишил. Как же он чародеять будет, если его же мастерство самому навредит? Глупцов среди них нет, по крайней мере, обычно. Выгнал дабл-дюжин из деревни и барона, и его свиту, и даже самого чародея. Девчушка, как увидела, что беда миновала, подбежала к нему, да на шею бросилась. За близкого человека признала, будто от всего зла на свете у него на груди спряталась. Приободрился народ, да обрадовался. Правда, только поначалу, от переизбытка чувств и эмоций, а когда отхлынуло, да поуспокоили все, то приуныли. Порадовал ты нас, сказал староста. Да только это последняя наша радость. Отныне нам нет места здесь, в лес податься нельзя, зверь сожрет, а на равнинах нас убьет барон. Из мести. Потому уходим мы всем поселениям в горы, может, там найдем чего для себя. Не стоит, ответил им Дабл Дюжин, я вас в обиду не дам. Говорил он это, а сам думал о чем-то, как мы сегодня знаем, великом. Девочка на коленях у него сидела и за шеей его обнимала, точно к отцу прижавшись. Мы свое место найдем, сказал наконец Дабл Дюжин, ото всех удаленное в землях ничейных, и будем там жить, поживать, добра наживать. А как же зверье лесное, спросил тогда его староста. А я вас бороться с ним научу, ответил герой. И со зверем, и с людьми злыми, и даже с чародеями. Умею я, и вы станете. И ушли они тем же вечером, собрались и в дорогу отправились. Долго или коротко, но пришли они на берег моря, вид там был такой, что хоть всю жизнь любуйся. А вокруг равнины разнотравные, леса зеленые, человеком нетронутые, и на берегу высокая скала расположена. «Здесь мы замок построим», сказал Дабл Дюжин. «А вокруг дома поставим поля и огороды, и если кто помешать нам посмеет, дадим отпор, так как земли здесь ничейные, а значит отныне наши». «А если барон нас найдет и мстить придет?» спросил староста. «Отпор дадим», был ответ. «И стали они стены возводить, укрепления строить, со временем новое село появилось, а за ним городище, так как от зверя, что набегами из леса приходил, стенами защищаться приходилось. Один Дабл Дюжин не справлялся, стал все больше мужиков привлекать, а в отряде с ними уже и на охоту ходить стал, и даже дикую мяснину добывать. Мужики из сельских, конечно, постепенно прокачивались, стали ловчее, умнее, быстрее да разумнее. Но вот безграмотные и необученные тайным знаниям часто гибли по глупости простого неразумея. Создал тогда Дабл Дюжин урочище и назвал его школой знаний. Стал грамоте учить детей сельских да книги для них писать. Так-то он каждому по не одному разу рассказывал, а книгу написал и читать ее обученца отправил. Сам же пока другим занят. Так и появились первые книги по мастерству. Их потом уже обученцы и выпускники переписывали, чтоб больше было и разом по несколько человек читать могло. Для такого дела даже дом построили отдельный, каменный. Вырос он и в башню знаний превратился. Под ней площадки расчистили и щебнем посыпали, которые из дробного камня готовили. На этих площадках Дабл Дюжин своих первых мастеров обучал, а чтоб в непогоду его не сдуло, и обученцам ветра не мешали, стеной обнесли. Так появилась первая крепость школы знаний. А потом пришел барон с войском, вел за собой он силу в дюжину дюжин мечей и мстить намеревался люто. Собрал тогда для ответа Дабл Дюжин своих мужиков и за стеной спрятался. Две атаки барона он отбил, а третья стала последней. Барон бежал, войско его было разбито, хоть и много воинов он привел, да штурмовать стены опыт нужен. А таким и сам Дабл Дюжин не обладал, правда, зато он умел обороняться, что в конечном итоге ему и помогло. Этот опыт показал герою, что для большего толку ему не стена важна, а настоящий замок. Такой, чтоб запер здесь всех, кто в защите нуждается, а таких хватало. Так появился замок школы мечей. Почему именно мечей? Почему не тайных знаний, например? А все очень просто. Да, Балдюжин понял, прежде всего простого человека, желающего выжить, владению оружием обучить нужно. Сперва ножом, потом кинжалом, потом копьем, и лишь потом мечом. Ведь меч — это именно тот самый венец холодного оружия, и владеть им значит владеть в ближнем бою всем. Были и другие штурмы, приходили разные бандиты, разбойники, наемники, охотники за рабами, вольные бароны и просто завистливые златолюбцы с дружинами, кому не давало покоя то, что здесь обитают свободные жители, не признающие чью-либо власть. Отбиваясь от атак, Даббалдюжин окружил замок крепостной стеной, дабы укрепить позиции замка дополнительными оборонными сооружениями. И со временем посягательства на школу мечей закончились, можно сказать, что они выстояли. Когда длительное время замок никто не штурмовал, Даббалдюжин продолжил обучение молодых мужчин и женщин. Теперь они стали выезжать подальше от своей обители и применять знания на практике. Соседние села, деревни и каменки их стали все чаще и чаще замечать, приветствовать на дорогах и при встрече в полях и подлесках. А узнав, чем они занимаются, люди стали жаловаться на свои проблемы и просить помощи, ведь принимали они Даббалдюжины его людей за наемников. Но когда герой со своими обученцами несколько раз помог жителям со зверьем и лесным, да с бандитами, то его еще пуще стали примечать. И слава о нем пошла по округе, словно волны отброшенного в воду камня. Обученцев своих Даббалдюжин все дальше и дальше отправлял на охоту, а когда те возвращались с неудачей, то разбирал с ними проблемы и причины. Так у обученцев школы мечей рос опыт и навыки. Уже никто не мог с ними сравниться в знании и силе противодействия лесным обитателям. А селяне все чаще и чаще просили обучить их сражаться, чтобы перестать жить страхи перед лесом, его зверьем и бандитами. В ответ Даббалдюжин и его люди сообщали, что примут лишь молодых мужчин и женщин. Толку-то учить стариков и тех, кто уже смирился со своей ролью в жизни и не сможет себя изменить для чего-то еще. И вот однажды во владение Даббалдюжина наведались люди императора. Большой отряд проходил мимо и, заметив малоприметный замок, решил остановиться неподалеку. Командующий отрядом знать с добрым визитом постучалось его ворота. Вышел к ним сам Даббалдюжин и принял как дорогих гостей, ведь те злого умысла не показали и нападать явно не помышляли. Гости расспросили героя и, узнав что и как, долго восторгались затеей Даббалдюжина. Когда же они уехали свое сердце империи в регион, где официально обитали имперцы, то рассказали все императору Владимиру. Тот же возжелал лично посетить школу мечей и встретиться с Даббалдюжином, героем войны и добрым другом его величия. При встрече после многого выпитого и обо всех светских новостях оговоренного предложил император герою каждый цикл детей в обучение принимать и выпускать их знатоками борьбы со зверьем и не только. Проблем тогда хватало, и звери лесные были не единственной. Призадумался Даббалдюжин, все это он затеял, ведь только ради одного – выжить и спасти ребенка, обеспечив девочке свободу и безопасность. А тут вырастает нечто новое. Хотел он изначально в храм вернуться, а теперь, получается, свой построил. Согласился в итоге Даббалдюжин, и выросла вокруг его замка школы мечей крепость Старого моря, которая, кстати, пересыхать стала. Вода в нем отступила от берега, и возле крепости образовалась то ли болото, то ли смрадная земля, что, кстати, лишь на пользу обороне пошло. А школа мечей с каждым новым циклом все больше и больше детей стала набирать. Учить их владеть мечом и способы охоты на разное зверье нечисти тварь изучать. Так школа стала академией, ведь первоначальная идея сильно разрослась по своему объему. Мало было просто владеть оружием и знать о звере. Надо было и самому стать подобным Даббалдюжину, чтобы всегда быть умнее, сильнее и быстрее противника, кем бы он ни был. И разошлись по всему белому свету специалисты в науках разных, и владели они знаниями-тайнами, и многих людей спасти успели. А кто ранее других опыта набрался и выжить сумел, тот стены родной школы вернулся и далее навыки свои совершенствовать стал. Потому и стоит теперь на берегу Старого моря не просто крепость, окружившая школу мечей, а настоящая академия мастеров в тайных знаний. И обучаются там настоящие мастера, кто с любой задачей справится, от любой нечисти спасет и даже чародея одолеть сможет. А что до девочки той спасенной, то удочерил ее Даббалдюжин. Вырастил в стенах своего замка, обучил всему, что знал и в сердце империи пристроил. Не все же ей в глуши жить, да и император чего только не обещал и какие золотые горы не сулил. А когда девочка выросла и стала взрослой женщиной, то встретила хорошего человека при дворе его величия и за мужа вышла, свой союз создав и даже детей нарожав. Вот только ни один из них охотником не стал, все знатными стали и при дворе императора служат. Когда же Даббалдюжина спрашивали, зачем это все было нужно, он только отшучивался, но близкие ему люди знают, что ради одного только человека он решил поделиться знаниями с простыми людьми и подарить им защиту от верной гибели. А еще научить выживать и не давать себя в обиду, ни зверю лесному, ни порождению нечистому, ни чародею и ни злоумышленнику хитрому и сильному. С тех пор и стоит Академия Мастеров Тайных Знаний на берегу Старого Моря в одноименной крепости, и ни одно поколение хороших охотников она выпустила. Немолодой мужчина закончил рассказывать и отпил из своего кубка, явно чтобы смочить пересохшее горло. Шестон хотел его о чем-то спросить, но в этот момент зал вошел довольный крот. «Мы идем в проулок кривых», сообщил он. «Я получил разрешение». Ему никто не посмел перечить, провожатый оглядел зал, по очереди окинул взглядом всех и каждого. Присутствующие не сказали ему ни слова, более того, они тут же отводили глаза в сторону, чтобы не встретиться с ним взглядом. «Тогда я пойду», кивнул крот красивому, полноватому молодому мужчине с шикарными усами и без бороды, и тот кивнул ему в ответ. Но ответил ему не только этот мужчина, немолодой профессор, который сидел в углу, ацалютовал ему своим кубком. «Делай, что должен», сказал он. «А с вами, молодой человек, мы встретимся на занятиях». Крот взял юношу за руку и уверенным шагом пошел через весь зал к выходу. До самого последнего момента Шестона не замечала его, пока тот не оказался прямо перед ним. Провожатый распахнул тяжелую занавесь и открыл взгляду юноши дверь, толкнув которую, открыл проход на улицу. Юноша прошел вперед и оказался на широкой проездной дороге. Никаких дорожек для пеших или платформ по сторонам тут не было. Правда, и транспорта тут видно не было. Зато здесь было полно пеших, кто свободно разгуливал здесь с оружием и навешанной на себя амуницией. Но больше здесь было таких, кто не имел оружия, кроме кинжалов, палашей и коротких стилетов. Большая часть их одежды была расшита драгоценными камнями и украшениями. Без сомнения, здесь жили очень богатые люди. «Вот», – сказал крот, – «это и есть проулок кривых». «Здесь живут кривые?» «И да, и нет», – ответил провожатый. «Здесь много заведений, где работают калеки и пострадавшие от приключений за городской стеной. Это былые ветераны своего дела, им некуда деваться, и потому их приняли в этой части города. Они калеки, но местные милостиво решили проявить терпимость и условно называть их кривыми, соответственно, и проулок. «Да понял я», – признался Шестон. «Непонятно другое, я тоже жил за городской стеной, в чем же подвох?» «Ты жил в папином графстве, где твой отец постоянно производил обход своих владений и не давал там завестись незваным. Но в других местах часто не так, да и графы сего дня такие, что отсиживаются в своих усадьбах да замках, невзирая на то, что их же фермеров пожирают всякие разные звери, что выползают из своих лесов и нападают на путников, а порой залезают в деревни и каменки». «Страшновато», – признался Шестой Сын. «Не то слово», – согласился Крот. «Но затем и нужна школа. Ее выпускники как раз и помогают таким местам лишиться своих монстров». Они подошли к оружейной лавке и вошли внутрь. Дверь звякнула подвесным колокольчиком, и в полутьме помещения появился одноглазый, седоволосый, усатый мужчина, на левой руке которого не хватало двух пальцев. «А-а-а-а-а», – протянул он. «Очередной провожатый, очередной кандидат с ним? Что ж, выбирайте. Вам же нужен особенный предмет, как и всем, кто приходит в это место». «Доброго дня, уважаемый», – поприветствовал хозяина Крот. «Мы хотим подобрать юноше не особенный, а его персональный нож». Он сделал ударение на предпоследнем слове, но продавец и так понял, что выбор будет долгим. Он сразу полез куда-то под стол и выудил оттуда кубитон и стело. «Я буду спрашивать», – сказал он. «А вы сразу отвечайте, юноша. Первое, что придет в голову. Над ответами не думайте, это не проверка ваших знаний. Мне просто важно знать, что у вас на уме и какой вы на самом деле. Так что не бойтесь ошибиться. Вам понятны мои слова?» Шестон поглядел на провожатого и, получив от того кивок в поддержку, кивнул продавцу. «Тогда слушайте и отвечайте. В бою вы предпочитаете быть ближе, дальше или вам без разницы?» «Я не знаю», – ответил шестой сын и тут же переспросил. «А так можно отвечать?» «Можно», – ответил хозяин лавки, записывая что-то в кубитон. «Давайте продолжим. Вы бы предпочли точить мешок или бить зерно цепом?» «Я такого никогда не делал и не умею». «Хорошо», – снова сказал продавец, помечая в кубитоне. «Вам ближе огонь или лед?» «Я привык к воде». «Пусть так. А что вам ближе, шерсть или мех?» «У меня была одежда из-за льна, но я больше любил кожу». «Годится». «А вы предпочитаете быстро и точно или долго и наверняка?» «Мне важно точно и наверняка». «И вас не смущает, что такой вариант займет больше времени на подготовку?» «Нет, совершенно не смущает». «Но тогда я задам еще один вопрос. Не поймите меня неправильно, однако вы предпочли бы тонкий, но длинный или толстый, но короткий». «Сказать по правде?» ответил Шестон. «Мне не нравятся оба варианта». «Отлично», – сказал продавец. «На то мы закончим». Он закрыл кубитон и убрал его вместе со стелом под стол. «Мне доводилось получать такие ответы уже дважды», сказал он. «И оба раза я вынужден был предоставить кандидатам подходящие им ножи. Но дело в том, что обладать таким может лишь тот, кто уверен в выборе наверняка». Он отошел вглубь лавки и после некоторого шума выдвинул стремянку, чтобы забраться на стеллажи, расположенные под самым потолком. Забравшись на нее, он вытащил деревянный ящик и вместе с ним спустился к одной из тумб с красующимся под стеклом товаром. Поставив ящик на тумбу, продавец взлег несколько ящичков поменьше и выставил и всех в ряд перед посетителями. «Это подходящие ножи», сказал хозяин заведения. «Но выбрать вы должны только тот, что удобнее остальных ляжет вам в руку». «Хорошо», согласился юноша. «Можно пробовать?» «Пожалуйста», указал руками на товар продавец. Шестон открыл первый ящичек и увидел нож с необычным обоюдоострым лезвием. Он осторожно взял его в руку и немного повертел кистью. Нож как нож, ничем особо он ему не запомнился. Шестой сын положил его обратно и перешел к следующему ящичку. Этот нож был острый лишь с одной стороны, зато на незаточенной стороне была зазубренная кромка. Его рукоятка была из приятного ладони материала, но все равно была неудобной и непривычной, сколько бы юноша ее не держал в руке. Следующий удобно лежал в ладони, но в движении в воздухе сковывал и не давал размахнуться как следует без опаски поранить себя. Таким же итогом закончилось знакомство с другими тремя ножами. Что-то подходило, что-то нет. Какие-то были хороши в одном, но мешали в другом, а какие-то наоборот были плохи во всем, но обладали уникальным свойством. С таким итогом шестонный закончил примерку. Хм, задумался продавец. С вами сложнее, чем с прочими, однако у меня все больше и больше складывается впечатление, что вы именно тот, кто заберет последний нож из стройни. Он обернулся к закрытому на ключ шкафчику и достал оттуда две шкатулки. Это пара к одному из выданных мною ранее ножей двум совершенно разным юношам. От того, какой вы выберете, будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Как и судьба оставшегося ножа, который по обязательству я должен уничтожить. Так что подумайте, либо тот, либо тот. Он открыл обе шкатулки и шестон увидел два ножа. Они и правда были отличными друг от друга. Один был с нормальной рукояткой, мало отличимый от многих других, но с лезвием согнутым посередине на половину прямого угла. Второй имел такую рукоять, что едва ли не с обеих сторон защищала кисти, к тому же хорошо лежала в ладони, но лезвие представляло тонкий штырь, способный разве что колоть. «Это так называемый крив и мизерикордия», пояснил продавец. «Оба по-своему хороши, но выбрать придется только один». Шестон немного подумал и взял тот, что крив. «Уверены?» строго спросил хозяин лавки. «Абсолютно», ответил Шестон, взяв руку-нож и ощутив его удобство. Что ж, тогда так тому и быть. Но помните, он изготовлен из одного и того же необычного металла, что и трое других. Это были совершенно разные по характеру люди, их ножи стали подстать хозяевам. Выбрав свой нож, вы только что связали свою судьбу с одним из обладателей второго ножа из пары. И теперь вашим противником станет тот, в чью пару вы не вошли, изменив равновесие и навсегда закрепив перевес в балансе. Как и в какую сторону, это уже предстоит выяснять вам. Я тут совершенно не в курсе. Ладно, пожал плечами юноша. Но вы сказали, что нож сделан из необычного металла. В чем его необычность? В том, что он имеет происхождение неземное. Таинственно подмигнул продавец. Много лет назад на твердь земную упал некий объект древних. Об этом гласит легенда о семерых смельчаках, что отправились к месту падения и все стали героями. Так вот, после падения объект разбился и его осколки разлетелись далеко друг от друга. Их потом искали, находили и растаскивали. Поначалу как сувениры и трофеи, потом как только прошел ажиотаж для ремесел и ковки хороших предметов. Хороших в плане прочности, разумеется. Из одного такого но было предсказано, что выбрав четвертого хозяина к последнему ножу, эти клинки устроят такую войну, что погибнет весь белый свет. И теперь уже навсегда. Вот почему выбрав третий нож, вы закрыли на этом серию. И как я уже и сказал, четвертый будет мной уничтожен в печи. Интересно, проговорил Шестон, разглядывая свое оружие. Просто еще одна легенда, сказал Крот, все время молчавший до этого. Пойдем, нам надо купить тебе все остальное из списка. Постойте, воскликнул продавец. Вы забыли ножны. Ножны, удивился Шестон, к нему полагаются еще и ножны? А как же? Продавец осмотрелся по сторонам и снял откуда-то с одной из вертикальных стоек довольно симпатичную перевесть со свисающими с нее полосками кожи. Вот, давайте примерим. Он обернул перевесть вокруг пояса юноши и застегнул пряжку, затем достал из ящика стола обещанные ножны и присоединил их к свисающим полоскам кожи, удобно вошедшим в кольца для крепления на ножнах. «Ставьте свой нож», предложил продавец «Смелее». Шестон аккуратно примерил лезвие к щели и ловким, как ему показалось движением, загнал свой нож до упора. Сие действие ему понравилось, и он торжествуя посмотрел на провожатого. «Сколько с нас?» «Холодно», спросил тот. «Четыре золотых», отстраненно проговорил продавец, словно сообщал, что погода нынче неплохая. «Ополоумел?» воскликнул крот. «За нож такие деньги?» «Лезвие из металла древних», напомнил хозяин лавки. «Сойдемся на трех», решительно заявил провожатый, и то потому, что за комплект. «Нет, Сулдар», мягко, но настойчиво заявил продавец. «Ровно четыре, мини-монеты меньше. Ты меня знаешь, я цен не меняю». «Я готов уступить», сказал крот, «И дам три дюжину серебра, но это последняя цена, которую я могу оплатить». «Мужчина», вздохнул торговец, «это не то место, где можно торговаться. Я и так сделал скидку на то, что юноша будущий варкан. Но повторюсь, это металл древних». «Хорошо, тогда три с половиной». «Уважаемый, это не тот момент, когда можно торговаться. Однако, несмотря на все условия и выбор, я вынужден заявить, либо четыре, либо товар остается в лавке. Решайте». «Ладно», сказал Крот, «дам четыре, но с тебя мешок и шкатулка в придачу». «О, это ради бога», ответил продавец и протянул требуемое после некоторых поисков. Когда они вышли обратно в проулок, Шестон спросил, «А что значит Сулдар? Любезное обращение, только и всего, вежливые люди, когда хотят от тебя чего-то, называют тебя именно так, мол, сулящей дары, и ты вроде как должен накинуть немного сверху. А нож действительно стоит дешевле». «Нет, конечно», улыбнулся провожатый, «но лавочник любит торговаться, и я не мог не пойти ему навстречу, зато мы получили мешок для остальных вещей». «И шкатулку?» «Нет, шкатулку он отдал бы тебе и так, этого добра у него навалом, одевать некуда». Они подошли к следующему дому, оказавшемуся лавкой одежды. Шестой сын уже приготовился выбирать, но продавец с быстрым взглядом окинула его с ног до головы и произнес «Третий размер рубашка, ворот десять, манжеты четыре, штаны одиннадцать, пояс, пусть будет две дюжины, еще что-то». «Скрип, дружище», произнес провожатый, «Ты же знаешь, что я вожу кандидатов, и потому нам нужна форма и сменное белье». «Знаю», ответил названный скрипом, «за все два золотых и, пожалуйста, серебром». «Почему так дорого?» удивился крот. «Сам знаешь», ответил продавец. «Обычно я беру меньше, но сейчас кнетель. Что ты там копаешься, стандартный заказ по указанным размерам?» Откуда-то из недр магазина послышался женский голос. «Иду, иду, уже почти все подобрала!» Мгновение спустя из-за нагромождений разной одежды всех оттенков серого выпрухнула довольно приветливая женщина с милым лицом и горящими синими глазками. «Вот», сказала она, «все как заказано». Крот излег увесистый мешок и отсчитал продавцу один золотой и сотню серебра. «Я просил серебром», напомнил торговец. «Я тоже не таскаю деньги бочками, как и ты», ответил провожатый, закончив расчет. «Доброго пути, юноша», сказал хозяин лавки, чуть улыбнувшись и посмотрев на шестона поверх своих линз. Вновь выйдя на проулок шестой сын заметил. «Ты не стал торговаться». «В галантерее скрипа подобное неуместно, его цены для нас и так меньше некуда, он даже почти не зарабатывает на нас, потому торговаться с ним дурной тон. Как кстати и с алхимиком Нуартоном. Мы тоже к нему зайдем. Тебе же нужна медичка?» Они прошли еще немного и вошли в лавку названного торговца. Здесь царил полумрак и какие-то необычные, но все же притягательные запахи. «Вы за медичкой?» спросил кто-то, хотя Шестон так и не обнаружил говорящего. «Как всегда, Нуартон», сказал провожатый. «Вот», сказал кто-то незримый. «Я приготовил». Крот подошел к тумбе и взял лежащий на ней черный матовый предмет на широком кожаном ремне. Взамен он положил в щель один золотой. «Всего хорошего, приключенцы». И снова они оказались в проулке. Провожатый положил предмет в мешок и протянул его шестону. «Надень на спину и носи, пока не сядешь в поезд. Там и посмотришь. Надевать тебя научат в школе, поэтому не суетись. И будь осторожен. Предмет индивидуальный, новый тебе там никто не продаст, штучный товар». «Мы не поздоровались продавцом», начал шестой сын. «Невежливо». «Но Артону нельзя желать здоровья, это оскорбит его, ведь он лекарь, а доброго дня желать нельзя, потому что он слеп». Юноша был поражен таким откровением и ничего не сказал в ответ. Они зашли в еще одну лавку, где было светло, весело и как-то празднично. Кругом были витрины, полки, стеллажи, множество разных товаров, размеров от скулак до меньше мизинца. И все они были пестрыми, яркими и разноцветными, выполнены были из металла, стекла, дерева, бумаги и еще чего-то, чего так сходу и не определишь. «Чем можем послужить, приключенцы?» спросил их невысокий мужчина без ног. Он забавно двигался по прилавку на том, что осталось от бедер, активно помогая себе руками. За его спиной было несколько таких же ребят разных возрастов и увечий, но все были приветливы, веселы «Нам нужен котелок, походный мешок, алхимический набор, комплект измерительных приборов и еще швейный набор и комплект для чистки оружия». «Сие мгновение!» ответил продавец и смешно заковылял к стеллажам. Шестон вопросительно посмотрел на Крота, но тот ответил «Молчи, Мелкал и его ребята собирают для нас множество полезных мелочей, дешевых и очень нужных предметов широкого потребления. Не стоит говорить о них в их же лавке». Когда им вынесли заказ, провожатый щедро расплатился с ними по описи. «Походный мешок ползолотого, набор для шитья дюжина серебра, алхимический набор пять дюжин серебра, комплект для чистки оружия полдюжины серебра, комплект измерительных приборов шесть дюжин серебра». Продавец любезно распрощался с ними и тоже пожелал им доброго пути. «Ну вот, у нас все и есть», заключил провожатый. «Осталось только купить билет на поезд и отправить тебя в путь». «Я поеду дальше один?» «У меня еще полно дел в городе, но ты будешь не один, с тобой отправятся и другие кандидаты». «Другие?» «Их немного, но ты успеешь найти среди них себе друзей, сейчас только посетим банк и на вокзал». «Далеко ввысь». «Где-то там, в вышине, на стене здания красовался виденный ранее циферблат, и он вращался». «Это и есть банк данных», сказал Крот. «Пойдем внутрь, и главное, ничему не удивляйся». Удивляться было чему. Здание оказалось сложено из белоснежных каменных глыб, все щели между ними были промазаны золотистой краской, а окна оказались высокими, тонкими и застекленными. В здании банка вели высокие стеклянные двери, возле которых стояли широкие мужчины с отвратительными мордами. У них были выпирающие надбровные дуги, выпирающие скулы, глубоко посаженные глаза и кустистые брови. Они были безусые, безбородые, но зато имели длинные волосы с огромной лысиной на макушке, из-за чего лоб казался чрезмерно высоким, а окружающие макушку волосы неким венцом. «Кто эти страшилища?» в полголоса спросил Шестон. «Гоблины». Двое мужчин недовольно посмотрели на юношу. «Да что ты такое говоришь?» Недовольно со всей строгостью в голосе поинтересовался крот. «Это уважаемые люди, элита охранного дела». Мужчины гордоливо задрали длинные носы, всем видом говоря, «Да-да, верь ему, так оно и есть». Но стоило только провожатому войти внутрь и пропустивши Шестона закрыть за ним дверь, как он тут же недовольно буркнул. Тупые гоблины могли бы и двери открыть полноправным гостям. Внутреннее убранство зала, что открылся их взглядом, было еще более дорогое, чем увиденное где-либо сего дня. Пол был из прожилистых и сине-черных плит. На расстоянии шага от стен плиты менялись на белоснежно-серые. полустен, но меньшего размера. Шестой сын видел картины в золоченых рамах, изображающие поля, луга и реки. С потолка свисали по-настоящему огромные люстры со множеством светильников из хрусталя, серебра и необычных кристаллов. Таким увидел зал юноша. В противоположной стене располагался, судя по всему, главный вход. Возле него на верхние и нижние этажи вели красивые закругленные лестницы, по которым вряд могли свободно пройти четверо или даже пятеро человек. У стен слева и справа тянулись застекленные выгородки, в которых сидели хорошо одетые и дивной красоты молодые девушки. Перед ними были разложены свитки, листы бумаги и кубитоны, стояли хрустальные стаканчики с письменными принадлежностями. Они постоянно что-то делали, писали, переписывали, перекладывали листы и переворачивали «Нам сюда», сказал Крот, указав на одну из выгородок. Шестон заметил в стекле, отделяющем от него девушку небольшое окошко над невысоким в половину роста препятствием вроде прилавка или барной стойки. Он не знал, как тут подобное называется, так как в банке данных был впервые и потому сравнивал с тем, что видел раньше. «Доброго дня, Эдель», обратился к ней провожатый. «Мы бы хотели забрать ячейки сохранения?» «Доброго дня», улыбнулась красавица, обнажив свои неестественно белые и красивые зубы. Шестон мог поклясться, что видел такие впервые. Конечно, он знал, что дворяне и аристократы пользуются магией древних, чтобы хорошо выглядеть. Остальные, кто был удостоен чести быть к ним приближен или имел много денег, тоже могли себе позволить чудесный внешний вид без изъянов. Но чтоб вот так, простые клерки. «Ваш ключ, будьте любезны», мило улыбнувшись, произнесла красавица обворожительным голосом. Провожатый взлёг из-под своего балахона нечто похожее на прямоугольный кусок стекла, а может, это был хрусталь, любит его здесь очень. «Подождите», сказала девушка и отошла куда-то вглубь выгородки. Хоть выгородка и была застеклена, но свет падал так, что в глубине её противоположную стену было не видно. Девушка отошла к ней и словно исчезла. Когда же она вернулась через некоторое время, то в руках у неё был конверт. «Желаете получить или просто обновить информацию?» всё тем же мелодичным голосом спросила девушка. «Получить», ответил крот. Девушка что-то сделала и в зале раздался громкий, нераздражающий, но хорошо слышимый сигнал. «Ожидайте», сказала она, протягивая в окошко конверт. «За вами придут». Крот принял выданное и быстро взглянув на надпись развернул конверт, чтобы ознакомиться с содержимым. Шестон только и увидел, что надпись Вин Брандт на его наружной стороне. Через весь зал к ним уже шёл со стороны лестницы симпатичный мужчина в сопровождении двух гоблинов, сильно похожих на тех, что снаружи. «Будьте любезный ваш конверт», произнёс мужчина, протягивая руку. Провожатый подчинился, симпатяга пробежался взглядом по написанному и вернул его Кроту. «Следуйте за мной», сказал он и направился к лестнице вниз. Крот и Шестон последовали за ним, гоблины безмолвно сопровождали. Меж тем вся процессия спустилась на этаж ниже и, судя по всему, должна была оказаться в подвале, но здесь был такой же зал, что и выше, только без входных дверей и окон. Зато здесь было много светильников под потолком и вместо выгорода кориды высоких тумб с ящиками. Среди них ходили симпатичные мужчины с кубитонами в руках и что-то проверяли, осматривали, записывали. Были тут и посетители вроде Шестона с Кротом, которые стояли у открытых ящиков и что-то в них то ли клали, то ли забирали. Мужчина не стал здесь задерживаться и пошел дальше вниз по лестнице. Еще этажом ниже был такой же зал, как и предыдущий, вот только заставлен он был уже шкафами. И тут тоже были люди, немного, но все же присутствовали. Процессия миновала еще пару этажей, пока не остановилась на одном из них, далеко не последнем, как заметил Шестой Сын, глядя на идущую вниз лестницу. На этом этаже народу почти не было, только среди рядов стальных сейфов, внимательно осматривая их состояние и делая пометки в своих кубитонах. Схрон 2ВБ дроп 765. Громко сказал симпатичный мужчина, и двое присутствующих на этаже тут же поспешили куда-то в сторону одним им известного места. Сопровождающий их клерк направился вслед за мужчинами. Когда же он привел их к одному из сейфов, те двое уже смахивали с него пыль и протирали на нем многочисленные ручки, смазав петли и рукояти. Крот внимательно осмотрел внешний вид сейфа и, явно оставшись удовлетворенным, начал набирать какие-то комбинации цифр и букв. За дверцей сейфа что-то хрустнуло, звякнуло и бумкнуло, створка отворилась, явившись тону панель с изображением кисти руки. «Приложи свою руку», сказал Крот, обернувшись к шестону и уступая ему место у сейфа. Юноша подошел и выполнил, что ему велели. Как только его ладонь легла на изображение, внутри сейфа послышался щелчок и панель сложилась кверху, разбившись на тонкие полосы металла. За ней было пусто, лишь посредине лежал небольшой сверток. Провожатый забрал его, сунув под свой балахон, после чего сказал шестому сыну. «Вот и все, твой срок обучения полностью оплачен». Ему протянули кубетон и стело. «Распишитесь в получении содержимого и закрытие хранилища», сказал симпатичный мужчина. Крот расписался, после чего протянул стело шестону. «Ты тоже», сказал он. Юноша поставил подпись, похожую на плюсик, клерк забрал у него стело и проводил их до выхода. Здание они покинули через другой парадный вход и оказались на улице города. «Теперь на вокзал», торжественно заявил Крот. «На вокзал?» «Да, тебя же надо посадить на поезд». «Поезд?» «Ты случайно не поглупел за то время, пока мы были в банке данных?» «Конечно же поезд!» «Не пешком же ты будешь добираться до крепости Старого моря?» «Думаю, нет», ответил шестон. «Просто я впервые так далеко от дома и в таком месте, все мне в новинку и все такое необычное». Провожатый вздохнул. «Нелегко тебе придется, парень, лучше скорее найди себе друга, вместе всегда больше вероятность выжить». «Могу я спросить?» обратился к провожатому шестон. «Спрашивай, что такое Идель?» «Вот оно что», ответил Крот. «Я уж думал, что ты начнешь спрашивать, что мы забрали в банке». «И что же?» «Этого я сказать тебе не могу», ответил провожатый. «Но ты все поймешь Коли». «А Идель?» «Идель?» «Так мы уважительно обращаемся к девушкам и женщинам». «Ясно, что теперь?» «А ты как думаешь?» «Я помню, ты говорил, что надо купить билет». «Ну, считай, что купил». Провожатый протянул ему тонкую поясную сумку на ремне. «Здесь все билеты просил юноша, сделав ударение на последнем слоге. «Я думал, мне нужен только один». «Нет», сказал крот, «до крепости нет прямого пути, но ты туда попадешь. Сначала поездом до небесного пика, потом транспортом до смрадного места. Дальше тебя повезет поезд, в саму школу прибудешь на дилижансе. Итого четыре билета, серый, голубой, серый и зеленый, все они в этой сумке, ну а на первый поезд посажу тебя я». Шестон немного напрягся. Получалось, что он должен будет проделать такой путь с пересадками совершенно один, без чьей-либо помощи. Такая перспектива немного пугала его, но теперь шестой сын и сам хотел попасть в школу. «Ладно», сказал юноша, «Значит, на вокзал?» «На вокзал». Южное направление, предместье Остании, пустыня печали, недра песков. Синее небо без единого облачка над песчаной пустыней сияло в лучах светило без единого дуновения ветра. Жарящий все живое зной не позволял ни единой живой душе задерживаться здесь надолго, потому вся живность здесь предпочитала двигаться на больших скоростях. Людей же здесь не было очень давно, уже ни одну дюжину дюжин циклов минуло с тех пор, как последний человек ушел отсюда в неизвестном ныне живущем направлении. Пустота, не считая многочисленных барханов, царила вокруг, лишь жар от прогретого светилом песка находился здесь неотлучно, да мертвая тишина, прерываемая очень и очень изредка пробегающими мелкими зверьками. Но уровнем ниже, под толщами песка, над плитами древнего города, разрушенного магией древних, покоилось нечто, способное заново сокрушить целую цивилизацию, проживающую ныне под этими синими небесами. И не было на всем белом свете хотя бы одной силы, способной хоть как-то ему противостоять. В темных камерах хранилищ со своим микроклиматом и контролем уровня влажности, нечто покоилось мертвым сном и ждало своего момента. Лишь в этот миг оно должно было выскочить на поверхность, чтобы сеять гибель всему живому, и ничто не могло удержать это нечто кроме времени, а время было изменчиво. Юго-западнее сердце империи школа мечей приемная ректора Четверо пришли к ректору рано утром, светило еще только наметилось подняться из-за горизонта, когда они постучали в его дверь. «Заходите», добродушно отозвался парадюжин. «Вы же знаете, что я всегда в курсе вашего визита, или решили, что именно на этот раз я не почувствую хорошо знакомых мне людей в моей же башне?» «Правило приличия происп», ответил один из вошедших. «Я для вас не происп», ответил ректор, «а скорее Сулдар». «Благодарим вас», чуть кивнул декан, что означало в его понимании поклон. «Мы можем войти». «Ну а зачем бы я вас встретил?» ответил Парадюжин. «Проходите». Ректор отошел в сторону, пропуская четверку в свою приемную. Мужчины вошли степенно, стараясь ничего не задевать и не делать резких движений. Несмотря на свой ранг в школе мечей, они все же испытывали робость в покоях ректора, так как он и сейчас оставался для них недостижимой величиной. «Присаживайтесь», сказал Парадюжин. «Разговор у нас будет не короткий». Деканы, несмотря на длительное время в своем ранге, все еще оставались охотниками, а потому уже давно приметили каждый предмет, каждую вещь и даже каждую пылинку в приемной. Потому не стали озираться по сторонам, а тут же расселись на стульях, во множестве стоящих вдоль стен и по углам. Каждый интуитивно занял свое место так, чтобы за спиной у него была стена или предмет мебели, а сам он видел всех собравшихся в комнате. И, конечно же, каждый из деканов постоянно держал в поле зрения входную дверь и окна, благо последние были в противоположной входу стене за спинкой кресла самого ректора. «Есть какие-то новости?» Буднично спросил парадюжно, вернувшись от дверей к своему огромному, даже по меркам аристократов столицы империи столу и опустился в кресло. «Может, есть чем поделиться? Какие-то соображения?» Слово взял декан первого факультета Химе, так как он всегда выступал первым. Ранг обязывал его быть заместителем ректора во всем, но и ответ за происходящее в порядке очереди доставался ему. «Выпуск готов», ответил он. «Шестой курс факультета прекрасно справился с задачей. Из пяти дюжин вернулись четыре с пятью, но все вернувшиеся принесли трофей. И никто, заметьте, никто не приволок обманку в этом цикле. Мы проверили результаты и готовы огласить имена выпускников». «Значит, допуск к экзаменам получили все», улыбнулся ректор. «А что по другим факультетам?» Его взгляд устремился к остальным мужчину в приемной. «У нас не все так здорово», ответил декан второго факультета ГВ. «В силу нашей специализации мною было отправлено неполных четыре дюжины на поиски намеченных целей. Вернулось чуть больше трех десятков. Несколько человек из оставшейся полторы дюжины с задачей справились, но лежат в лазарете замка и по деревням у мест охоты. Вопрос о дополнительных занятиях с ними решается. Несколько получили ранения, но трофей не добыли. По возвращении поставлю их на пересдачу». «Есть потери?» «Серьезно» спросил парадюжин. «Куда же без них?» вздохнул декан. «Пару ребят разорвали в клочья, одна из девчонок съедена заживо, и это только те, о ком я знаю. Несколько человек пропало без какого-либо известия». «Но вернувшиеся прошли испытания полностью?» озабоченно продолжал допытываться ректор. «Полностью и отлично!» просиял декан. «Головы существ пополняют зал достижений наших радуют?» оценил парадюжин ответ Геве и посмотрел на декана третьего факультета Нивеле. «А что с антимагами, нашими противочародеями?» «Где же нам взять столько мишеней?» развел руками декан третьего факультета Нивеле. «Мы обрядили в условные мантии островерхие шапки темных братьев и раздали им оружие энергетическое, шоковое, сонное, огненное и паралитическое. Без жертв, конечно, не обошлось, но все живы». «А где проводили испытания?» полюбопытствовал ректор. «На дне Старого моря? В лесу?» «Зачем так просто?» нахмурился декан. «На этот раз мы надели им мешок на голову, завязали уши и вывезли в горы. Кому-то по жребию достались низины, кому-то холодные пики, а кому-то пещеры. И каждый, каждый из выпускников освободился, нашел свою цель и справился с задачей». «Что, прямо все?» удивился парадюжин. «А как же тогда названные вами жертвы?» «Куда же без них?» повторил заколлега декан. «Некоторые погибли от зверя в лесу, когда возвращались. Некоторые заблудились в пещерах или сорвались в пропасть. Отличники в одном, разгильдя и в другом. Наверное, надо будет уделить этому внимание в новом учебном цикле». «Прискорбно», заключил ректор. «Но отбор суров. Тут ничего не добавишь, однако. Попрошу помнить, что каждый потерянный человек, каждая их неудача, это пробел в образовании. Значит, ваша вина и недосмотр в обучении. Если бы мы правильно обучили всех, результат был бы почти идеальным. А это значит, что почти все возвращались обратно с трофеем. «Вы же сами сказали, что почти». Подал голос четвертый. «Значит, идеальный результат невозможен?» «Увы», ответил парадюжин. «Но к нему нужно стремиться. И если я увижу это стремление, если я замечу, что результат достигается, что ж, такой декан или деканы вполне могут претендовать на место в моем храме. Все помнят, что это значит». Мужчины не ответили, однако хитрая ухмылка отразилась на большинстве из собравшихся. Отправиться в храм, откуда родом был сам ректор, означало бессмертие и безграничные возможности для любого, кто ищет истину. Они искали, обойдя весь белый свет и перепробовав все, что только можно, те, кто стал деканами школы мечей, имели лишь одну цель. И Парадюжин мог дать им ее достичь, но не даром. «Что скажет мой коллега?» располагающий обратился ректор к четвертому. «Что я могу сказать?» отозвался тот ему в тон. «У меня все как всегда, ни одной проволочки, ни одного косяка. Все темные братья подготовлены и готовы к работе. Новые поступившие прошли проверку, испытания и начали тренировки. К новому циклу будет готовы еще пять десятков». «Что ж», развел руками над столом ректор, «здесь у нас полный порядок, но задачей школы мечей является неподготовка темных братьев. Мы должны как можно больше выпустить охотников. Свет загибается от врагов людского рода, и только мы можем подготовить войско профессионалов. «Если же наша школа станет неэффективна, тогда человечество обречено на гибель. Подумайте об этом на досуге». «Да думаем мы, думаем», читалось на лицах деканов. На краткий миг ректору показалось, что они все те же обученцы, что и когда-то. Впервые попавшие в стены башни знаний, они столь же рьяно готовы были учиться и постигать ратное дело, но то не давалось им просто. «Значит, с этим этапом обучения разобрались», заключил парадюжин, чуть хлопнув ладонями по обтянутой бархатом столешнице и откинулся в кресле. «Перейдем к следующему. Близится начало нового учебного цикла. Уже вот-вот должны прибыть новобранцы. Все ли подготовлено для приема новых с этим-то у них был полный порядок». «Первые курсы», сказал за всех четвертый. «Переехали на место второго, те третьего и так далее. Шестой курс с вещами покинул свой этаж и ждет отправления. Первые этажи свободные и ждут новеньких. Темные братья уже приготовили белье, одежду, обувь и учебное оружие с амуницией. Готовы к проверке». «Отлично, сват». Кевну продюжин довольный услышанным. «Что по холодной? Ребята, погибшие при учениях за стенами школы, подготовлены к погребению. Это мрачные новости», поморщился названный сватом. «Тела обмыты, подшиты и приведены в нужный вид. Сожжение состоится вечером, пепел будет развеян над Старым морем». Ректор медленно кивнул. «И это тоже наша работа», сказал он. «А теперь к новому курсу. Мы с трудом набрали нужное количество, пришлось даже вырвать несколько человек у эльфариум и пригласить малоподходящих нам по статусу. Но количество набрано полностью, а вот следующий раз придется брать осужденных». «В законников?» переспросил декан первого факультета Химе. «Хотите добавить воров и смутьянов в стены школы?» «Каждый заслуживает второго шанса», ответил Парадюжин. «Тому же, ну какие могут быть воры, смутьяны или даже убийцы из детей? Напоминаю, мы принимаем только детей, а не закоренелых в разбое мужиков, пойманных в лесах и подлесках. Да и кто вам сказал, что это будут воры смутьяны, это будут осужденные за убийство». «Что?» воскликнул декан третьего факультета. «Мы пустим в обитель знаний уголовников?» «А что здесь такого?» ответил ректор. «Все наши поступленцы кого-то да убили к своему возрасту, богатые в драке, высокие в поединке, но за это не осуждают, хотя нам ли не знать, что это все равно убийство. Вы вон рассказы их послушайте в канун который они рассказывают, узнаете о них много нового». «Да мы знаем, знаем», ответил декан второго факультета ГВ. «Но это не осужденные, это дети достойных горожан и обеспеченных людей, у них и воспитание другое, а что знают и умеют оборванцы, только как воровать и убивать из-под тишка, нам долгое время придется их переучивать». «Проведем отбор», сказал ректор, «поместим их в отдельные комнаты, темные братья будут постоянно следовать за ними». «Ну, хорошо», сказал декан первого факультета Химе, «когда вы планируете принять на обучение внезаконников, времени осталось совсем мало, вот-вот начнется новый учебный курс». «Я планировал начать их принимать не с этого», задумчиво ответил ректор. «Дело в том, что это лишь мои планы, для воплощения в жизнь еще ничего не сделано». «Тогда это в корне меняет дело», сказал Гиве. «Наберусь смелости возразить вам, я считаю, что брать школу мечей подобных поступленцев крайне необдуманно, они и так внезаконники, а вы хотите сделать их сильнее и опаснее». «Полно вам», сказал Парадюжин, «это просто дети, а нам понадобятся еще люди». «Разве вам мало тех, кого уже выпустили?» рассудительно спросил Нивеле. «Для достижения главной цели», в то он ему ответил ректор, «нам понадобится гораздо больше, а приток поступленцев все больше и больше сокращается». «Прошли те дни, когда каждый мечтал сучить нам свое дитя. Сегодня нам все труднее договориться с их семьями». «Люди предпочитают отдавать детей в другое место?» удивился Нивеле. «Люди предпочитают вообще никуда не отдавать своих детей», все так же отвечал ему Парадюжин. «Перестают рожать столько, да и дитя лучше выгодно продать, чем озаботиться о его будущем. Свет понемногу меняется». «Причем явно в худшую сторону», сказал Химе. «Надеюсь, спрос на профессиональных убийц останется так же высок». «Не останется», сказал ректор. «Никто больше не нанимает мстителя, обидчика бьют толпой бесплатно. С магами предпочитают договориться, а против нечисти...» «А что против нечисти? Проще переехать от леса подальше и жить спокойно». «Чего ж», воскликнул Гиве, «Уж от нечисти то точно так не спрятаться. Если ее не прореживать, она расплодится и все равно достанет». «Объясни это безграмотным фермерам», предложил ему Химе. «Потому нам и понадобятся еще люди», сказал Парадюжин. «А где их взять, если мы в этом-то цикле с трудом набрали нужное количество?» «Значит, незаконники», принял новые правила ректора декан третьего факультета НИВЛ. «Но это будет непросто, за такими и правда потребуется лишний пригляд». «Вот и тренируйтесь», велел им Парадюжин. «В этом цикле к нам как раз приедут интересные обученцы, хлопот будет наверняка не меньше». «Кто же к нам приедет?» уточнил ГИВ. «Люди-легенды», восхищенно ответил ректор. «Наследник кровавых и те самые близнецы». Трое деканов переглянулись. Вновь возрившись на своего первого среди равных, они недоуменно глядели, не понимая, шутит, Парадюжин или говорит серьез. «Нам и так в этом цикле помог сам его величие», сказал за него сват. «Нужно было что-то дать ему взамен. Ему нужно было отдать под защиту важных ему детей», сказал ректор. «Я согласился, ведь на сегодня надежнее школы мечей в империи стен нет». «Но это значит...» начал Нивел и замолчал. Все и так поняли, что он хотел сказать. Учебный курс внезапно становился самым сложным и требующим внимания по охране и защите всей академии. Попытки достать детей будут, и те, кто за ними придет, не станет действовать явно. А самое страшное, что при достижении своих целей эти люди или существа не станут жалеть прочих обученцев. «Вот твои озаботьтесь, чтобы ничего не случилось», ответил Продюжин. «Мужчина вы в конце концов или нет? На меня не смотрите, я не один из вас. Потому внимание за периметром и контроль наших земель полностью держите в своих руках». «Это новое испытание?» Внезапно спросил Геве. «Это совершенно точно новое испытание», сказал, не обращаясь никому Химе. «Это испытание», ответил Сват, «на мой взгляд вполне по силам». «Постарайтесь в процессе проведения учебного курса подготовиться к новому», велел Продюжин. «Не хотелось бы упасть, условно выражаясь в грязь лицом перед императором. В конечном итоге он мой друг собрат по оружию и такой же герой войны. Подведу его я, подведет вся «Так что будьте начеку, а больше мы просить не смею». «Что нужно делать?» спросил Нивула. «Надо отправиться куда-то и отобрать заключенцев?» «Подробные инструкции я дам позже!» Таинственно ответил ректор. Неизвестно где конкретно обитель серых вихрей, башня ветров, кабинет магесы. Комната не была большой, однако визуально она выглядела бесконечно огромной, и каждый посетивший ее тут же сбивался с толку. Все дело было в зеркалах, которыми были уставлены все восемь стен помещения. В центре комнаты стоял широкий письменный стол, поверхность которого была обита приятной на ощупь бархатистой тканью. Она была синего цвета, а деревянные доски, бруски, рейки и прочие элементы стола приятного бордово-коричневого. За столом сидела красивая женщина в облегающей одежде из черной кожи. Она была уже не юна, однако все еще достаточно молода, чтобы тревожить сердца мужчин и разбивать их же юношам. У женщины были короткие черные волосы, подрезанные по бокам и сзади, с прекрасной длинной челкой спереди, аккуратно зачесанной набок. Перед ней на столе стояло также множество зеркал и зеркалец, в которые она то и дело тыкала своими ухоженными тонкими пальчиками. Это были непростые зеркала, их немного серая поверхность была неоднозначна. Немного поодаль от нее стоял мужчина в длинном бордовом плаще, накинутом поверх роскошного дорогого костюма знатного горожанина, застегнутом на золотую застежку. Мужчина был черноволос и не так давно коротко стрижен, волосы его успели обрасти и кучерявились. Он носил небрежно подрезанную бороду и короткие усы, словно вместо бритья предпочитал именно стрижку. Он смотрел в пол, не имея никакого мужества поднять взгляд. На него безмолвно смотрели зеркала, отражая не только его самого в разных ракурсах, но и отражения друг друга, в которых можно было увидеть множество отраженных отражений. Мужчина знал, стоит ему простоять еще некоторое время, глядя перед собой в свои же отражения, и он точно сойдет с ума. Кажется, я его нашла, невозмутимо сообщила женщина, обращаясь кому угодно, только не к мужчине. Он в каком-то замке или башне, но точно один и без охраны. Мне понадобится один отряд и два ворожея. Миг и все зеркала помещения наполнились людьми, их было много, и все они говорили. Мужчина краем глаз заметил движение под стеклянной поверхностью зеркал и поднял взгляд. То, что он увидел, повергло его в ужас, от которого тут же бросило в холод. Люди были облачены в черные серебристым отливом плащи и капюшоны, чем вызывали очень неприятные ощущения. И все они что-то говорили, шевеля губами, вот только голосов их слышно не было. «Поведет карм», приказным тоном сказала женщина, и все шевеления губ, смотрящих на нее людей, прекратились. «И не спорьте», с ней не спорили. Часть людей в зеркалах развернулась и куда-то направилась, часть же поклонилась и словно бы растворилась в серой пелене. Мужчина догадался, что зеркала просто перестали работать. «Вот так», сказала женщина, теперь явно обратившись к стоящему возле нее мужчине. «Теперь твой конкурент будет убит и спрятан так, что ни одна душа его не найдет. Неважно, живая она будет или мертвая». Мужчина нервно сдрогнул, чем вызвал смех женщины. В ответ он высунул руку из-под плаща и протянул ей мешочек с монетами. «Это вся сумма?» не пересчитывая, спросила она. «Половина», признался тот. «У меня больше нет, но я клянусь, через дюжину дней честно отдам остальное». «Верю», легко согласилась женщина. «Куда же ты от нас денешься?» Мужчина снова вздрогнул, чем опять вызвал смех своей собеседнице. «Я могу идти?» несмело спросил он. «Да», кивнула женщина и указала на одно из зеркал, тут же сменившее отражение на вид чьей-то спальни. «Вот путь в твой замок и не забудь занавесить свое стекло, до поры ты нам все равно не понадобишься». Мужчина быстро закивал, простился и немедленно выскочил из комнаты сквозь внезапно исчезнувшее стекло зеркало, ведущего в его покои. Девушка проводила его взглядом и смотрела вслед до тех пор, пока поверхность вновь не появилась на своем месте и не принялась отражать помещение, словно ничего и не происходило. Женщина откинулась в своем кресле, рабочий день чаровницы успел ее утомить, хотя ничего особо сложного она не делала, и все же ей хотелось отдохнуть, взбодриться, а может и немного отвлечься. Некоторое время она смотрела куда-то вдаль сквозь свои зеркала, будто их и не было вовсе, а те все также отражали помещение и друг друга, включая многочисленные отражения и отражений. Какое-то время спустя они все как по команде потухли, вместо отражений теперь за стеклом была серая муть. Вот и зеркала мои перешли в спящий режим, отстраненно произнесла женщина. Печально вздохнув, она встала из-за стола и подошла к одному из своих настенных зеркал. Тронув стеклянную поверхность, женщина заставила его снова начать отражать помещение. «И только мягкая вода моего бассейна да теплая кровать согреют тело всей ненасытный вечер», проговорила она и провела пальцами по зеркальной поверхности. Под ее прикосновением на стекле стали проявляться и гаснуть необычные символы. Значения этих закорючек и линейных символов не знала даже она сама. Зато надежно выучила нужные сочетания, а каждый новый день изучала еще один, добавляя свою копилку знаний. Одно из таких сочетаний заставило зеркало отобразить роскошный зал, заполненным лазурной водой углублением в центре. Его окружали колонны, необычные работы вазы и люди в белоснежных одеждах, склонив головы ждущие появления своей сулдариней. Женщина толкнула стекло и оно растворилось. Вместо прозрачной преграды возник проход и она шагнула в него, в тот же миг оказавшись в зале с бассейном. «Мы ждали вас, благородная Лукаро», сказал ближайший к ней мужчина. «Ванна готова», проговорила прекрасным певучим голосом девушка. «Мы все очень рады вас видеть», произнес еще один мужчина. Женщина прошла мимо их всех и, сбросив на ходу свою одежду, осталась полностью голой. А в следующий момент Лукаро погрузилась в воду по самую шею. Приятной теплоты влага заключила ее в свои объятия. Женщина развела ноги и руки в воде, после чего, оттолкнувшись от края и сделав грибок, всеми конечностями поплыла. Вода приняла на себя все тяжести, проблемы, ответственности, успокоила разгоряченные нервы и приятно расслабила. Лукаро быстро доплыла до одного края бассейна, оттолкнулась и поплыла обратно. Так она совершила еще несколько заплывов, пока само плавание ей не надоело. Она легла на воду, предоставив ей весь вес своего легкого тела и, закрыв глаза, расслабилась. Единение с водой было единственной свободой для нее. Женщина оказалась столь цена, что ее следовало надежно охранять от возможных угроз извне. А это было то же самое, что и неволя, будь она пленница и разница с ее нынешним положением едва ли была бы различима. Но она все так и не могла покинуть свою башню, хотя та имела столько дверей. А все дело в том, что без Лукара серых вихрей не может существовать. Кто еще будет открывать двери во все уголки империи и даже дальше? На данной серии работали авторы текста Игорь Гончий Гончаров Евгения Греблина, продюсер и литературный агент Сергей Несметный, редактор и корректор текста Анастасия Аршулевич, автор аудиоверсии и исполнитель ролей Проводник. Благодарим участников группы Авалон за предоставленные материалы, музыку и песни. Также благодарим всех причастных, без кого данная серия не увидела бы свет. Аплодисменты, агент Penguin